Всем привет! Сейчас хочу рассказать о том, почему я против того, чтобы бездумно тянуть старые рейки. То есть, если у вас застучала рейка, вот эта рейка снятая, разобранная, вот эта сама рейка, ось с зубчиками. Если у вас застучала рейка, первое, что приходит на ум, это подтянуть ее, ну, либо идти уже заказывать запчасти для переборки. Многие советуют подтянуть, но я против, потому что, если вы бездумно будете тянуть, вы можете повредить рейку. Некоторые, кстати, затянув рейку, уже сразу замечают, что как-то неестественно начинает насос гудеть из-за слишком большого напряжения на него. Смысл вот какой. Внутри рейки ходит вот эта сама рабочая часть рейки. Она прижимается к червяку, червяку здесь вот, вот таким поршеньком. Прижимной цилиндр, можно его назвать, либо прижимной сухарь, хоть как назовите. В нем фторопластовый вкладыш, ну, или вкладыш из какого-нибудь мягкого материала, имеется в виду мягче, чем стали алюминий. Но если тянуть старую рейку, вот этот фторопластовый вкладыш, видите, он сейчас уже протерся до алюминия. Даже видно, что появляются риски на алюминий. Если бы я его подтянул еще, создав натяг на рейку, соответственно, рейку стал бы тереть уже сам алюминий. И таким образом в этом месте бы образовалась выработка. И можно было бы бежать искать контрактную рейку. Механизм здесь простой. Вот этот поршень давит на рейку, прижимая к червяку, на него давит вот эта пружинка, создавая определенное давление, которое регулируется вот этой регулировочной шайбой. Все вот в разборе отсюда. Вы создаете преднатяг, и остальное уже работает пружина. Если вы дотягиваете, а если вы, не дай бог, еще и продавите эту пружину, умудритесь, и полностью прожмете рейку, соответственно, она начнет клинить или просто заклинит. Вот здесь вот вкладыш. А на старых рейках старый вкладыш. Видите разницу? Вот здесь заметно специальный прорезь, то есть он на глубину этих прорезей толще. А вот здесь ничего уже нету, остались только одни воспоминания. Вот небольшое воспоминание есть о этих прорезях. Таким образом, если вам действительно быстро надо избавиться от стука рейки, купите хотя бы вот такой вкладыш и поменяйте его. В принципе, можно изловчиться, даже не снимая рейку. Открутить прижимную гайку, вынуть все оттуда содержимое, перезаложить все это с новым вкладышем и новой смазкой. И тогда уже можно будет нормально регулировать рейку, и даже какое-то время она не будет стучать. И это гораздо безопаснее, чем просто вот этим алюминиевым поршеньком продавливать. Он даже может быть и не алюминиевый, а какой-то сплав. Продавливать сам шток рейки. Таким образом, вот такая загвоздка с подтягиванием старых рейк. Чтобы вы нечаянно не испортили рейку, я вам об этом рассказал. Надеюсь, было вам полезно. Подписывайтесь, пишите комментарии, что как вы избавились от стука. Ставим к рейке. Это, кстати, болезнь BMW, если еще не заметили. И многих других машин, особенно немецких. До свидания. Пока.